Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Меглуха МакФлай. Сегодня речь пойдет о том, как правильно устанавливать кнопки на одежду. Купил я себе вот такой китайский набор для устанавливания кнопок. До этого мучился и устанавливал кнопки при помощи бит обычных. Но, мне кажется, это не самый хороший вариант. В интернете можно найти видео, где битами устанавливают вот эти вот самые кнопки. Вот, это получается коряво. Такой наборчик стоит 300 рублей. Но самое главное, это площадка для установки. Есть еще вот такая площадка для кнопок большого диаметра и, собственно, обратной стороны кнопок. Два пробойника для того, чтобы делать дырдочки. Вот такие вот установщики. Они тоже двух видов. Есть вот такого вида. Расклепыватели. И, ну, это такой же, только большего диаметра. И вот такого вида. Это для разных кнопок. Для дома можно купить себе такой набор. Не так уж и дорого стоит. Можно даже не в Китай. Я, кстати, заказывал не в Китай. Я купил в магазине, который продает вещи для сапожников. Там же купил такую штуку. Так что я сегодня тоже буду использовать. И вам покажу это для установки люверсов. Но начнем с кнопок. Итак, три вида вот таких расклепывателей. Это у нас для вот таких вот кнопок. Они сейчас сильно распространены. Идут в комплекте с одеждой. Эту вот куртку жена купила. И с ней в комплекте шли вот такие кнопки. Ну и вот такие кнопки. Мне такие нравятся больше. По-моему, это гораздо надежнее вещь. Но мы сейчас попробуем установить и тот, и другой вид. Есть у меня два кусочка кожи. Такой вот такой. Сын попросил сделать ему браслетики. Сейчас будем делать браслетики. Так, начнем с пробивателей. Как работает? Очень просто работает на самом деле. Ставим и бьем. Есть два отверстия. Дальше. Теперь берем кнопки. Клапка состоит из четырех частей. Вот верхняя часть кнопки. И сразу сюда. Здесь она у нас будет стоять. И вот эта часть к ней. Вот берем площадочку. Устанавливаем. И здесь берем вот такой самый большой диаметр. Это будет максимально удобно. Устанавливаем по центру. Вот так расклепывается. Самое главное, что нет повреждений вот этой части кнопки. То есть вот эти площадки, они как раз и нужны для того, чтобы не страдало. Когда вы устанавливаете при помощи бит, как советуют в интернете, вот куда вы ее поставите? Не знаю. Так, эту часть установили. И теперь нужно установить нижнюю часть. Нижняя часть у нас тоже состоит из двух частей. Вот одна. И вот вторая. Нижнюю часть лучше всего устанавливать вот здесь. Вот видите, тут. Оп. И эти заклепочки идеально сюда встают. Оп. Вставляем здесь. Накрываем. Да. Должна сойтись. Устанавливаем. И тем же самым диаметром. Впрессовали. Ну не впрессовали, а развальцевали. Впрессовывает другой вид кнопок, к которому мы сейчас перейдем. Ну, вот такая штука получается. Работает. Собственно, установка одной кнопки при помощи такого аппаратика занимает каких-то две-три минуты. С такой кнопкой разобрались. По тому же самому принципу мы сделали и второй браслет. Тоже закрывается, открывается. Пока отложим в стороночку. В конце хочу установить сюда несколько люверсов для красоты. И заодно проверим и вот этот прибор. Так, ну а сейчас перейдем к тому, как же устанавливаются вот такие кнопки, которые идут в комплекте с одеждой. Вот у меня шли они в комплекте с курткой. Все на самом деле то же самое, только будем применять другой вид инструмента. И будем применять вот такую вот штуку. Развальцовыватель. Кнопка тоже состоит из нескольких частей. Ну, давайте начнем, да, с верхней. Точнее, с нижней. Так, история такая же. Берем площадку, подбираем правильный диаметр. И это устанавливаем сверху. И теперь нужно подобрать биту правильного диаметра. Поставить вот сюда. Верхнюю часть. Хоп. Это куда? Да, все правильно. Это вот сюда. И какой-нибудь... Опять же подбираем по диаметру. Максимально большой, который проходит. Я считаю, нужно брать... Три удара. О! Развальцовывалось. Проверяем, работает или нет. Работает. Вот так вот. Легко и быстро устанавливаются кнопки. Обычные и современные альфа кнопки. Альфа, да. Так, ну и еще хочу сегодня попробовать вот этот прибор по установке блочек. Блочков, блочек, не знаю. Из Китая заказал. Стоил тоже 250-300 рублей. Не знаю. Ну дешево как-то. Как выглядит здесь сами блочки, блочки. Вот сам прибор. Очень все просто. Пробьем три отверстия и установим. Для начала пробьем отверстие. Мне надоело стучать этими пробойниками. Тем более, портится доска. Все равно же она убьет. Буду юзать вот такой китайский. С санговым креплением и такой он поворотный. Вот, заранее разметил. Устанавливаем и просто нажимаем. Второй. Уже, кстати, красиво. Уже, смотрите, забавно. Можно просто с отверстием оставить. Но я хочу установить люверсы. Каждый такой блочек, это одна вот такая вот штучка. Мы берем ее одну, вставляем. И, собственно, расклепываем. Вот таким. Образом. Вот так. Ну и еще две установим. Будет совсем красиво. Вот, смотрите, какая штука классная получилась. Браслетик. Раз, и замыкаем. И вот такой он. Эх, по цвету не подошел. Ну что ж, друзья, на этом буду завершать сегодняшнее видео. Показал вам простой и достаточно дешевый способ установки заклепок на одежду. Двух видов. Показал, как устанавливаются люверсы. Надеюсь, информация для кого-то была полезная. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Кому нужна ссылка на товар, показанный в видео. Та же самая история. Пишите в комментариях. Найду ссылку. Это был Миклуха Макфлай. Делайте вещи своими руками. Пока-пока.